Наташ, вставай, мы там всё перевернули. Вообще всё, и календарь тоже. И знаешь что? И снова 3 сентября, Наташ. Костры рябин горят, сентябрь горит, всё горит, вставай, Наташ. Шуфутинский сам себя не включит. Не видел этого у Кинга, но говорят, он придумал отличную штуку. Если любой рекламный слоган сказать в прошедшем времени, будет круто. Вискас, потому что кошка вам доверяла. На Бородинскую, пожалуйста. Улицу? Нет, блин, на битву опаздываю немного. Я хочу открыть что-то вроде лавки с мороженым, чтобы поставить табличку скидка 50% привлекательным людям. И потом не делать никому скидок. Я хочу быть уничтожителем самооценок. Я ничего не успеваю, кошмар, времени совсем нет. Сидит, тыкает пальцем в телефон. Поставил чайничек, прилёг. Я бы хотел приобрести годовой абонемент. Фитнес этажом выше, это пельменная. Я в курсе. Кофе? Это кофе, но иногда совсем не кофе. Кофе? Кофе с ушами? И с глазами? Мяфк. Коти! Уже совсем скоро. Дождябрь. Котябрь. Замерзабрь. Дубабрь. Одеялко, блин, мне отдавабрь. Пожелай мне чего-нибудь приятного на ночь. Приятного аппетита. Ты опять чё сожрала? Я очень сожрали, мне очень жраль. И да, друзья, всем привет, меня зовут Алексей Сова, и сегодня у нас новый выпуск Мемозга с котиками. Поехали! Это прям мой уровень поддержки. Не плачь, милая, сами они жирные, а ты мягкая и аппетитная. Разновидности котиков. Кот. Котэ. Киса. Котик. Кысь. Котофей. Котяндра. Кошак. Котяра. Как закончилась вчерашняя ссора с Наташей? Она ко мне приползла на коленях. И что сказала? Вылазь из-под кровати, я больше не злюсь. Доктор, сейчас будет больно. Я? Я готов. Доктор, сделал так, что твоя зарядка будет работать только под определенным углом. Я? Микрофонофобия. Микрофонофобия – боязнь микрофонов. Уберите. Когда я выхожу из лобби, проголосовав за самую худшую карту. Восьмилетний я, догадавшись, что если дважды два равно два плюс два, то и трижды три равно три плюс три. Мегамозг. Мама забывает забрать у меня сдачу. Семилетний я. Всем жвачку порублю за мой счет. Мотивации пост. А что, если хватит уже лежать? Нужно взять себя в руки, включить всю свою целеустремленность, собрать волю в кулак и пойти пожрать. Выбери свой режим. Дневной, ночной. Задачка про кофе. У вас был один кофе, а потом вам дали еще два кофе. Вопрос, сколько теперь у вас кофе? Нескоки. Как это, а куда делись кофе? Выпиль. Вкусно. Как ты решаешь свои проблемы? Через постель. В смысле? Спать я иду, спать. Утро вечера мудренее. Я знаю, тебе грустно. Но мой желудок не может автоматически заполняться. Поторопись. Тринадцать. Я самое зловещее число. Шестьсот шестьдесят шесть. Нет, я. Две тысячи двадцать. Эх, эх. Здрасте. С течением времени навыки графа Дракулы по трансформации в кота все улучшались и улучшались. Или навыки трансформации кота в графа Дракулу. Почему бы и нет? Потому что если кот захотел сесть тут, он сядет тут. Когда стоишь в очереди сделать заказ? Кто-то перед тобой. Так, бургер. С картошкой. Хотя нет. Лучше наггетсы. И ролл. И кофе. Хотя. Блин, чё выбрать-то? Я набираю длинное сообщение за пару секунд и отправляю бате. Батя следующий сорок минут. А где буква Е? Училка. Почему ты не принёс домашнюю работу? Я. Она же домашняя. Хе-хей. Когда с другом добавляете всё новые и новые детали к шутке, от этого не можете остановиться. И вдруг-друг случайно хрюкает. Вдруг-друг. Друг-вдруг. Я смотрю ютуб. Ютуб, который пытается понять, какие видео мне рекомендовать, если я смотрю, как индусы строят бассейн, видео о том, почему голубей не существует, 13 способов приготовления картошки, 10-часовую подборку танцев со Шреком. Жители Готэма, когда видят, как Бэтмен разрушает полгорода на своём броневике, чтобы догнать какого-то клоуна и подраться с ним в 47-й раз. Мама, убери свою комнату, к нам придут гости. Я. О, а я не знал, что обедать они будут в моей комнате. Мама. Учитывая, сколько у тебя здесь посуды, могли бы обедать и здесь. Мама. Гучифлипфлап. У бабушки. Тевтельки? Давай. Пельмешки? Буду. Пирожки? Я за. Вареники? Накладывай. Мясной гуляш? Не откажусь. Я больше не могу есть. А блинчики остались? Я захожу в душ. Бутылка шампуня, которую я даже не задел. Я упал. Учитель. Кто хочет прочитать этот отрывок? Тот ребёнок, у которого уходит 3 часа на прочтение одного абзаца. Хитрый смех. Соседи, страдая от медленного Wi-Fi. Я использую их сеть, чтобы скачать 15-гигабайтную игру. Клинмастер. У вас заканчивается свободное место на телефоне. Удалите ненужные приложения. Я удаляю Клинмастер. Клинмастер. Я открываю холодильник, чтобы проверить, появилось ли в нём что-то магическим образом с моего прошлого открытия 8 минут назад. Люди используют фонарики, чтобы видеть в темноте. Кошки используют свои приспособленные глаза. Летучие мыши. Ха-ха, это мем для людей с IQ 200+. Я смотря в небо. Да, и глазами так крутишь, наблюдая, как эти штуки летают. А как они смогли их сфоткать? Когда в семье ты, эксперт по электронике, вдруг слышишь, что бабушка купила новый телефон. Да блин, сколько бабушек уже купили новые телефоны. Нам этот мемаз за последние несколько роликов попадается уже, наверное, раз в третий. Когда ты облокачиваешься о стекло автобуса, общекачиваешься, я бы сказал. Я кликаю на хром. Хром. Я кликаю ещё 20 раз. Хром. Восьмилетний я. Притворяюсь, что сплю. Мама закрывает дверь. Восьмилетний я. Выживает хитрейший. Учитель. Ничего, продолжайте болтать, я подожду. Класс реально продолжает болтать. Учитель. Не понял. Люди. Мы самая продвинутая цивилизация на земле. Также люди, когда видят насекомое. Десятилетний я, когда мама дала мне сделать глоток её кофе. Кассир. Не может отсканировать товар. Покупатель. О, значит бесплатно? Кассир, который слышал эту шутку уже 6000 раз. Смех, переходящий в истерику. Я никогда так не шутил. Учитель. Нет такой работы, где вы просто можете искать на всё ответ в интернете, поэтому хватит постоянно использовать гугл. Программисты. Девятилетний я, когда на семейный праздник не приехал мой двоюродный брат. Единственный родственник моего возраста. Друг, тут включён огонь по своим. Я собираюсь это проверить. А чё, в смысле? Ээээ, что здесь происходит? И почему лев так загадочно улыбается? Прямиком из Австралии. Кот Куала. Какие бывают хоба? Утренняя хоба. Брутальная хоба. Тигриная хоба. Куриная хоба. Приветственная хоба. Делал хоба и уснул. Сань, прекрати! Я думал мы с тобой друзья. Помогите! И да, друзья, давайте поможем этому котику. Вы можете придумать прикольную подпись к этой картинке, написать свой вариант в комментарии под этим видео. А лучшие из ваших комментов попадут в следующий выпуск. Влепите лайк под этим роликом, если он поднял вам настроение. А также подпишитесь на канал, если ещё этого не сделали. А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами как всегда был Алексей Сова. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»